Когда нам отключили свет, газ, воду, и вот началось такое, что уже находиться в городе было очень тяжело. Продуктов, ну, кого что было, магазины не работают уже давно. Воду поначалу подвозили техническую, ну, питьевую, потом и воду не привозили. Хорошо выпал снег, шел дождь, мы собирали воду. А вы здесь в центре жили, или там на окраине? Ну, это не центр, прямо в Мариуполе, но и не окраин. Это 17 микрорайон, как бы это центральный район города. А вы там с кем? С сыном, с членом, с кем живете? У меня в Мариуполе дочь взять двое детей у них, сын с невесткой, я с мужем, его мама. Дочка с детьми уехала раньше. Мы их, как только 24-го числа, мы их уже отправили. Не уехали в сторону Днепра, а сейчас они вот вчера в Польшу уехали. Они сейчас там. А сейчас вот эвакуировались вы на власне, в Трест-ти и с кем? Да, мы в Пятером. Я с мужем, его мама и сын с невесткой. У нас две машины были. Одна стояла под подъездом, ее нет. Мы пешком бежали в гараж, но мы не знали даже гараж целый или нет. Мы с вещами так что схватили. Я как стояла возле костра, кушать и готовила. А то мы поехали. А вот эти 12 дней вы же один одному, можно, как-то допомагали. Да. У нас в подъезде инвалид, колясочник. Он спуститься не мог, потому что света нет, лифт не работает. И куда его спускать? Рядом с ним еще там две бабульки. Одна тоже еле ходит, другая вообще лежачая на девятом этаже. И на восьмом. У нас много было таких. Мы готовили общую еду, большой котел сделали. Носили горячую еду. Чай кипятили, кормили их. Ну это вот до вчера, я не знаю, что там сегодня. Ну мы уезжали. У нас в наш подъезд. Два было попадания. И начало гореть. И вот когда у меня балкон перелетело, там все разворотило. И в соседней, на шестом этаже, это в нашем подъезде. В соседнем подъезде, на третий этаж. И это все началось возгорание, и все начало гореть. Что было дальше, я не знаю. Мы схватили, я же говорю, ну все вот это рвало. Мы пока добежали до горожан, но это где-то километра полтора. Мы всю дорогу падали, потому что по сторонам мины разорвались. Нас реально побили. Это вчера было? Да. А до этого вы где-то ховали? Мы на первом этаже живем. Мы между стенами. В коридоре, да. Когда вот садок, у нас уже был самолет, и мы все падаем в коридоре. Пятеро вот так, друг на друга. А с верхних этажей люди спускались у нас там, и в тамбуре сидели, и в подвале. Ну подвал, есть подвал, хотя он у нас чистый был, вымета все. Ну там пыль, с детьми там, ну без света, без ничего, понятно. Маски, кто-то пытался маски надевать, чтобы подпыли. Ну жизнь, конечно. Вси эти 14 дней, вы постоянно были в подвалах, постоянно бомбили? Чи были периоды, когда... Нет, ну это же не постоянно. Ну периодами. Самолет в основном летал в 4 утра. Это у нас было как будильник. И он сбрасывал эти авиабомбы, они огромные, там такие воронки. И вот это от взорвной волны сыпались стекла. В домах стекол практически нет. Ну вот кое-где, где хорошие пластиковые эти стеклопакеты, они еще держали. У нас до последнего были целые. Ну вот это когда танк уже попал, ну там уже понятно. Ну сейчас там очень много таких вот будинок, вообще наповрозруйнованных. Чи все место? Практически все. Рядом вот мой дом, и вот так рядом дом, попало в крышу, ну с крыши 9 и 8 этаж. Эти две квартиры выгорели полностью. На 8-м никого дома не было, на 9-м многодетная семья. Она все утро кричала, помогите с детьми, туда подняться нельзя было. Лестничные пролеты сложились до 5-го этажа. Мужчины с других подъездов на крышу залезли. Троса с машины. Она привязывала детей, их доставали. Ну не все доставили. Вы когда вы езжали, много залишилось там людей, ваших сусидей? Да, очень много. И людям не на чем выехать. Вот мои друзья, у них тоже стояла во дворе машина, и она все. Выехать не на чем. И там у нас во дворе было очень много машин, полностью весь двор в машинах. Ну люди сидели, друг, придется уезжать. А уезжать уже было не на чем. Вот просто нам повезло, что одна у нас была в гараже, и гараж остался целый. А другая у нас машина, все, ее нет. Зараз что плануете? Куда будете ехать, чи залишитесь в Запорожье? Хотим поехать в Днепр, не знаю. У нас нет родственников, ни где. Ну решили поехать туда. У вас сын, сколько ему лет? 23. А как он взагал на эту ситуацию? Он полицейский. Он до последнего вывозил людей из Сартаны. Он почти последний оттуда выехал. Сартана это пригород в Мариуполе, да? Да. С Восточного вывозил людей. Что с ним сейчас? Ну, с нами. Он на служебной машине, она тоже стояла под домом, ее тоже нет. Вы с первого дня взагалі хотели выехать? Мы в первый день просто отправили детей, маленьких внуков. Тут еще можно было как-то там, да? Первый, 24 числа, да. Мы не думали, что так будет. Ну честно, что так будет, что такой ужас. Просто даже себе в страшном сне представить нельзя было. Мы все-таки надеялись, что не будут людей мирных троих. И нас там потихоньку приближались, приближались к нам и направились по нас. Очень тяжело. Спасибо. Я хочу, чтобы все знали, там ад, там просто ад. Они в детскую больницу авиабомбу сбросили. У меня сосед там детский травмотолог. Он был как раз на смене. Он пришел и говорит, это просто жесть.